В Одессе члены организации «Новый Акрополь» убирали территорию мемориала 411 батареи. Всего на помощь родному городу вышло около 30 добровольцев. Мы, кроме вот таких вот проектов всеукраинских, мы проводим еще экологические акции в парках города постоянно, регулярно. И у нас есть экологические экспедиции в ботанические сады, какие-то значимые, например, Кременецкий ботанический сад, который мы посещаем уже в течение 9 лет. Ирина участвует в акции не впервые. Она рассказывает, что это отличный способ не только помочь любимой Одессе, но и провести выходной. Хороший воздух, ну это как возможность побыть на природе, подышать чистым воздухом и сделать что-то полезное для нашего города. Участники акции рассказывают, что мусора и сейчас уже много, а к маю его станет в несколько раз больше. На майские праздники недобросовестные, отдыхающие оставляют после себя целые горы кульков, бутылок и других атрибутов пикников. Мне не жалко выходных. Мне интересно. Я живу этим. Мне интересно с людьми, интересно помогать городу. Потому что я живу в этом городе. И чтобы город был бы чистый, всегда нужно начинать с себя. Этот субботник приурочен к Всеукраинскому дню окружающей среды. Он отмечается ежегодно. В третью субботу апреля уже более 10 лет. Позже к членам организации «Новый Акрополь» присоединились дети из санатория. Закончив уборку на своей территории, они решили помочь взрослым. Мы очень любим Одессу. Это очень чистый город. Поэтому мы очень хотим помочь, чтобы он стал чистым и отбалым. Чтобы очень много людей приезжали сюда и удивлялись. И сказали, что это очень хороший город. Организаторы акции обещают проводить такие мероприятия как можно чаще. Следующий субботник они рассчитывают приурочить к 9 мая. Екатерина Сенченко, Юрий Шинкаренко, телекомпания «Круг».